Этот флаг с компасом в шестиугольнике в семействе эмблем армейских игр в этом году поднят впервые. Семь лет понадобилось военным топографам, чтобы их умения, как новый вид состязаний, включили в Олимпиаду армии. Работа важная. Даже танк без схемы движения и целей жестянка. И работа эта штучная. Поэтому участников в новом конкурсе «Меридиан» и не может быть много. Свои гимны на открытии слушали белорусы, россияне, Китай, Вьетнам, Иран и Лаос. Команда готова показать высокие результаты. Будем бороться за самые высокие места. Мы можем кое-что показать, мы можем научиться немножко у других посмотреть, но будем на каждом этапе, на каждом сантиметре, на каждом участке местности бороться только за самые высокие места. Белорусская сборная уже отстрелялась на первом этапе «Азимут». Наши топографы сдавали конкурсный экзамен по ориентированию на местности. 12 контрольных точек, каждую из которых нужно было найти не более чем за 3 минуты, иначе штраф. Впереди еще этап по тактической стрельбе, а сегодня одно из главных сражений. Квадратлон на армии — это основной этап меридиана. Не только состязание на скорости, выносливость — это целая череда специальных заданий для топографов. Уже в этом конкурсе их главное оружие не компас, а устройство с красивым названием «Теодолит». У наших военных его современный аналог — тахеометр. Оптический измерительный прибор, он позволяет находить нужные точки на карте, почти ювелирно определять расположение объектов и ориентиров на местности, и задавать координаты целей, например, для огневых ударов, с точностью до сантиметра. Старт от стен Рейхстага. Пусть это копия, построенная в Алабино, но смысловой нагрузки не меньше. Наши здесь не сдаются. Слишком многое сегодня за ними. Подбадривает поддержка от своих сослуживцев, родителей, девушка любимая. Вера в себя как раз-таки. С этой верой на свою полосу движения. На ней несколько площадок. Условия приближены к боевым. Кругом стрельба. Нужно бежать, преодолевать препятствия, а вес амуниции под 15 килограммов, определять заданные точки на местности, передавать координаты о целях в командный пункт. Люфт для ошибки на поле в несколько десятков гектаров всего 3 сантиметра. Военные работают так быстро, что судьи за ними едва успевают. В своем забеге наша сборная сразу же взяла лидерство. Белые флажки, знак выполнения задания взмывали вверх один за другим. Небольшая пауза была на этапе пазл, где топографом нужно сложить карту из 32 разрозненных частей. Но и с этим справились. И в своем забеге победили. По общим результатам меридиана, белорусы сейчас в тройке лидеров. Уже завтра наши топографы выйдут на последний этап соревнования. Им нужно будет показать свои умения в огневой подготовке. Расчету из трех человек предстоит поразить 18 мишеней. Светлана Корульская, Светлана Чевдарь. Наши новости. Полигон Алабина. Московская область.